Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 6 апреля и, как и каждую первую пятницу месяца, сегодня будут выходить данные по количеству вновь созданных рабочих мест не сельского хозяйства, показатель, который называется Non-Farm Payrolls, и на рынке ожидается повышенная волатильность, поэтому об этом помните и будьте аккуратны. Ну а мы начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Тенденция нисходящая у нас сохраняется. Ближайшие цели по снижению это уход ниже минимума вчерашнего торгового дня и движение по направлению 1.21.53, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме, который был зафиксирован 4 апреля, это отметка 1.23.15. По паре британский фунт-американский доллар, тенденция нисходящая на текущий момент сохраняется в рамках часового таймфрейма. Вчера мы пробили минимальные значения, которые формировались на протяжении целой недели, торговался в таком боковом движении британский фунт, и тенденция устремилась по направлению на 1.39.50. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся ниже максимальной значения вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 1.40.96. Цели по снижению это область 1.27.72. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению это область 1.26.37, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальное значение вчерашней торговой сессии, это область 1.2803. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели роста это область 1.8.33, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях 4 апреля, которые находятся на отметке 1.105.96. По паре австралийский доллар, американский доллар, мы выходим также из боковика, пока приоритет отдается продажам. По вчерашнему дню мы это видим, и сегодня также мы торгуемся ниже минимальных значений. По крайней мере уходили ниже данных уровней, минимальные значения, которые были 4 апреля зафиксированы. Сценарий нисходящий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся ниже отметки 77.26, максимальное значение вчерашней торговой сессии. Предполагаемые цели по снижению это область 1.7542. По паре еврофунт тенденции нисходящие у нас сохраняются. Ближайшие цели по снижению это уход ниже минимальные значения, которые мы видели 3, 4 и 5 апреля. И далее движение по направлению 86.60. Отмена данного сценария и переход к покупкам уже будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы видели 4 апреля, на уровне 87.58. А золото продолжает свое нисходящее движение. Ближайшие цели по снижению это область 1.320 долларов за тройскую унцию. Далее движемся по направлению 1.307. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы 4 апреля, на уровне 1350. По нефтемарке Brent были попытки начала восстановительного восходящего движения. Пока нефть марки Brent переходит в данную фазу. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, на уровне 68.35. Цели роста это обновление максимальных значений за последние несколько недель и уход в область 71.72. По индексу DAX тенденция восходящего сохраняется. Ближайшие цели роста это отметка 12.831. А ближайший разворотный уровень пока остается на минимальных значениях 4 апреля. Это отметка 11.782. По биткоину мы готовимся перейти вновь к фазе нисходящего движения. Если биткоин сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера на уровне 65.33, то нас вероятно будет ожидать уже новая волна нисходящего движения с целями снижения до уровня 58.33. Ну а отмена данного сценария и возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 68.72. Итак, коллеги, всем спасибо, всем желаю хорошего торгового дня. Напоминаю, что сегодня пятница, поэтому также всем желаю хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»